привет еще раз решил перезалить видео будет старый ролик рассказывающие о пистолете еще хочу маленькое дополнение сделать не любит не падать и не любит он лежать на боку перегорает ну и плюс к тому сейчас я врезку сделаю по-старому старое видео выложу и далее вот его цена на сегодня здесь все показано расторган дальше потом еще будет цена цена у них различаются от мощности 100 ватт 120 ватт 150 ватт и дальше еще вот новинка есть сменные сопла еще такой же пистолет но со сменными кому-то это может пригодиться ну и так поехали посмотреть здесь подробные характеристики изложены размеры его все остальное показано что сделано подробно все объясняется я скажу что уже этим пистолетом я пользуюсь продолжительное время ну еще один момент я купил их купил один и тут же заказал второй так что один у меня еще лежит запас пистолетом я его немножко доработал для нее нурик поскольку там родной очень короткий вот я поставил на меню загорелась лампочка пистолет начал прогреваться входит в режим а не кипятит клей все время этим достигается экономия электроэнергии естественно клея потому что закипевший клей он скажем так да мое мнение не пригоден к работе он работает неадекватно вот такая коротенькая зарисовочка то есть он все время включается и подогревает когда работает иногда бывает что и 5 и 10 и 15 минут там что-то простукиваешь или что-то поднимаешь мятину крючком пистолетом не пользуешься включать выключать его все время это как бы обременительно а тут он все сам знает понимает думаю что надо еще один пистолетик такой приобрести в запас как говорится на всякий пожарный случай проходит какой-то небольшой промежуток он опять включается подогрел опять выключился то есть заданной температуре в заданном режиме у вас пистолет все время готов к работе не перегревается клей я рекомендую дополню что вы посмотрели значит что на сегодня на алиэкспрессе по данной теме я нашел значит пистолет из 120 ватт цена ну по 10 долларов дальше цена чуть повышается 150 ватт 13 долларов стоят и то же самое вот нашел вот такой пистолет есть со сменными соплами все то же самое ну и уже для гопмана есть отдельно продается сопла ссылочки я оставлю и так поэтому пистолет чем он меня привык цена небольшая там свои как говорится заморожки есть регулировка клея по подаче имеется ввиду подача больше меньше простой как говорится надежный как автомат калашникова чем он хорош тем что он первое экономит электроэнергию то есть здесь мозги стоят которые регулируют температуру нужную вот и пистолет выключается естественно выключенном состоянии он не потребляет энергию это раз второе значит то что он не кипятит клей на мой взгляд кипячение клея в пистолете он пузырится и прочее работает он не адекватно иной раз прилепишь невозможное его отодрать но не об этом дело короче говоря он не кипятит клей третий момент здесь стоит обратный клапан который предотвращает от протекания сами вы понимаете в процессе работы часто бывает так что приходится пистолет в горячем состоянии быть какое-то время там минуты и полчаса и час не будешь же ты его включать выключать постоянно пистолет как бы постоянно готов к работе он постоянно поддерживает заданную температуру там какая-то своя вилка есть не знаю может 12 градуса может 23 градуса тут как бы я не нашел в описании но это и неважно меня это устраивает в принципе грубо говоря можно даже включить пистолет поставить он целый день будет в рабочем состоянии и клей не закипятит и клей из сопла не будет вытекать электроэнергию он не будет жрать как постоянно но я имею ввиду младшие модели клеевых пистолетов которые продаются строймагазина чаще всего такими пользуются когда включил разогрел что-то приклеил выключил кинул сумку на этом вот такие вот у него возможно ну на этом наверно все всем пока пока до новых встреч